Приветствую вас, аноним. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. В первую очередь хочется сказать, что не все люди могут общаться по интернету. Я не знаю, говорили вам об этом или нет. Не все люди могут общаться по интернету, не всем людям удобно общаться по интернету, не все люди хотят это делать. Не все люди могут это делать, и не каждый человек способен воспринимать общение по, например, переписке так же эмоционально, так же полно, как и общение вживую. Вот. То есть здесь вот не нужно забывать, что общение ваше происходит по интернету. Это первое. Второе. Вы пишете о том, что, значит, человек был вообще не ласков, потом все зашло на нет. В течение какого времени все зашло на нет. Первое. Второе. Что, значит, было ласково, да, и что конкретно между вами происходило. То есть как ваши отношения развивались. Какая была у них динамика и что между вами происходило. Следующий момент. Вы пишете, как себя вести, не знаю, как себя вести, чтобы что. Дело в том, что ключевой момент заключается в вашем желании определенных слов с его стороны, в том, что вас задевает его отношения, и в том, что вот вы сами пишете, что обожаетесь как ребенок. То есть это детские обиды. Детские обиды в данном случае связаны с непроработанными детско-родительскими отношениями, вероятно. С вашей заниженной самооценкой, с сомнениями в себе, со страхом быть поброшенной, скорее всего, и может быть с чем-то еще. Тут еще следует указать, что мужчина старше вас на 10 лет, что в свою очередь можно так же как бы идентифицировать как детско-родительские отношения. То есть вы в мужчине нашли кого-то вроде своего отца. Что здесь самое главное сделать? Во-первых, нужно понять, что пока вы обижаетесь на человека, в принципе, пока вы обижаетесь, пока у вас есть обида, вы не сможете адекватно себя с ним вести. Пока у вас есть обида, вы будете демонстрировать человеку свою зависимость от него. Это тоже важно. То есть вы будете в прямом смысле этого слова зависимы от человека. Я не думаю, что вам бы этого хотелось, поэтому свою зависимость от всех человека нужно по возможности снижаться. Для этого необходимо поработать с обидом. Следует сказать более подробно и про сами обиды, что это представляет из себя с одной стороны ожидания определенные за... ну... за... ...в которых вы вероятно не хотите нести ответственность. То есть вот, вам, допустим, чего-то хочется, Вы, допустим, в чем-то нуждаетесь, но вы как бы самостоятельно не делаете ничего для того, чтобы это реализовать. Единственным способом для вас реализовать это является то, чтобы мужчина вам писал какие-то приятные вещи. Обидно представляет на себя такое вот детское поведение неформированное, хаотичное, детское такое вот форма желаний и вам необходимо разобраться с тем, что за этим желанием стоит, чтобы перестать требовать этого от мужчины, потому что человек может быть ласковым, может не быть ласковым, но совершенно очевидно, что ждать от человека, ожидать и требовать от него, чтобы он был ласковым, но вот как минимум, как минимум, как минимум несерьезно, да. Кроме того, обида, это элемент манипуляции, то есть это такое вот подспудное желание вызвать у человека чувство вины, чтобы он сделал то, что вы хотите. Данная модель поведения может быть подсмотрена вами только в родительской семье и, соответственно, принято как единственно возможно. Вообще, ключиком к решению вашей проблемы является именно вот прослеживание, ну, прослеживание линии обиды. То есть, я вот сейчас зачастую, а вы меня это обижают, потому что мне это хочется слышать от него солнышко моё или я скучал. Обижаюсь как ребёнка, вам это не получаю желаемого. Вот в этом моменте здесь самое главное. Как ребёнок, но в отношениях, что вы находитесь не как ребёнок, а как взрослый человек. Да, вам нужно прислушиваться к внутреннему ребёнку и вам нужно уметь конструктивно, а самое главное, как бы, полно и эффективно реализовывать то, что ваш внутренний ребёнок хочет. Обида, к сожалению, таковой не является. Потому что, как, наверное, вы уже поняли, обида способна, ну, отталкивать от вас людей. И делать это будет обида с вами постоянно. Таким образом, стремясь к тому, чтобы что-то получить, да, пытаясь что-то получить, вы не будете этого получать. Потому что вам будет начать обида. Вот. Вы себя накручиваете. Совершенно верно. Но. Здесь есть один нюанс. Дело в том, что вам по факту получается куда более интересно. куда более живо проживать какие-то элементы отношений с человеком, нежели чем жить, к примеру, своей жизнью. И очень важный момент заключается в том, чтобы вы, ну, поработали с темой того, что вам эмоционально откликается, того, что вам эмоционально откликается. чтобы не было такого, что вам вот интересно только вот, ну, только то, что происходит в ваших отношениях. Чтобы помимо отношений было что-то еще. Вот. Ну, и зададитесь вопросом. Почему вам хочется, чтобы вас назвали солнышко и так далее? Именно хочется. Понятно, что любому человеку приятно, когда его так называют. Это нормально. Но вам именно хочется. И вы обижаетесь, когда этого не происходит. И с этим нужно разобраться. Вот. Следующий момент. На каких основаниях вы устраиваете отношения с своим молодым человеком? Я в том смысле говорю, что между вами общего, между вами и молодым человеком. И если между вами что-то общее, если есть, то что это такое? Что из себя представляет? Это общее. Что между вами есть. Это крайне важный, на мой взгляд, момент. Потому что показывает то, как вы устраиваете отношения с своим мужчинами. Какая вы женщина с ними в отношениях. Ну и так далее. То есть все эти вещи, они крайне важны для вас. И крайне необходимо с ними поработать. Чтобы вы как-то вот более, может быть, четко выстраивали свою линию поведения, чтобы вы, может быть, более четко, более, ну, более превентивно продвигали то, что вам, к примеру, ну, интересно. Да, вот то, что вас интересует непосредственно в отношениях. Точнее, даже не в отношениях, а то, что вас непосредственно интересует именно, ну, то, что вас именно интересует в общем. Вот это, на то вам нужно обратить свое внимание. Что еще хочется сказать. Давайте я сейчас вот прочту ваш текст, чтобы не понимая поведение мужчины. Ну, вам поведение мужчины понимать и не нужно. Потому что понять другого человека, в принципе, достаточно сложно в силу того, что человек может сам не знать того, почему он себя ведет именно таким образом, а не иным выводом. Так что пытаться понять другого человека достаточно нерациональная идея. вот, с точки зрения, ну, вообще, с любой точки зрения. Вот. Поэтому здесь вы, на мой взгляд, совершаете некую ошибку, пытаясь понять поведение человека. Вместо этого вам крайне желательно бы разбираться в себе и стараться понять именно себя, именно свое поведение, а не поведение человека, тогда ситуация была бы гораздо легче, гораздо понятнее, гораздо в ней, в этой ситуации. Вы бы чувствовали себя, что называется, свободнее. потому что сейчас вы зависите практически полностью, поправьте меня, если я ошибаюсь, от мужчины и его реакции, его поведение. Но если принимать во внимание то, что все зависит от вас, если исходить именно из, грубо говоря, из вашей ответственности за себя и за свою жизнь, то в таком случае, вы, на мой взгляд, куда более выгодны. Ну, куда более выгодном положении находитесь. Вот. И, соответственно, можете, куда с большей, значит, гибкостью, да, куда с большей гибкостью, можете использовать свои ресурсы для реализации своих интересов, своих целей. Вот. Но делать это нужно, естественно, грамотно, так, чтобы не отталкивать людей. Я не понимаю, как выйти с себя с мужчиной, как выйти с себя, что бы что. Надеюсь, у меня было бы ласковое общение, потому что все зашло на банально «привет, доброе утро, как дела?». Ну, в том числе, это происходит по той причине и тогда, когда между людьми нет особо ничего общего. То есть отсутствует связь, отсутствует связь между людьми, кроме гендерных. Ну, вот. Я не говорю, я не говорю про то, что это обязательно про вас, да, про то, что это обязательно ваша история. Вот. Может быть и не ваш. Может быть и не ваш. Но, как бы, вполне может быть, что вас, молодым человеком, просто мало вещей объединяет. Достаточно мало вещей для того, чтобы поддерживать общение на таком вот постоянном уровне. Вот. Да, но это не каждый, не каждый парень, к сожалению. Вот. Поэтому это нужно, это нужно учитывать в любом случае. Вот. То, что я хотел бы вам сказать. Дальше. Когда я спрашиваю, ты скучаешь по мне, представляете, что это типа все время или да? А что мотивирует вас? Спрашиваю, что скучает ли он по вам? Что именно мотивирует вас? Вот обратите внимание, это проблемная часть. Когда общаемся вживую, он не с ней заботливый, но в переписке холодный, непонятно, то ли он хочет продолжать разговор, то ли нет. Опять же, какое значение для вас имеет переписка? Отвечает кратко, по факту меня это обижает. Там жмей хочет слышать от него, так, но об этом я говорю. У меня такое впечатление, что я вря тратил свое время рядом с этим живой человеком. Простите, а откуда это ощущение, что вы зря тратите время на этот человек, то есть вы хотите, ну, вы хотите, что сказать, вы хотите сказать, что вы с человеком ради, ради чего-то, вы это пытаетесь сказать или что? Давайте как-то вот этот момент постараемся разобрать. Это отношение, здесь никто ничего, ничего вам гарантировать не может. Это отношение, здесь никто вам ничего не должен. И вы либо принимаете своего молодого человека, если любите его. Кстати, кстати, про любовь, вот что еще интересно, про любовь вы ничего абсолютно не сказали. Вы не сказали, что любите его, вы не сказали, что у вас нет чувства. Вы просто говорите о том, что вам хочется. Но это, опять же, на мой взгляд, позиция, ну, такая, несколько, м-м-м-м. Ну, 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 странно, да. Что-то странно и неопределенно. Вот. Что-то, наверное, это, наверное, более правильно было бы сказать. Вот. Вот. В принципе так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.